здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала спасибо вам большое за то что поддерживаете мой канал голосуйте за понравившееся вам видео подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также оставляйте мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны меня попросили сделать расклад на владислава ширяева это рэпер он умер 2 февраля в 2023 году этого года и попросили посмотреть подробно причину его смерти буду работать на двух колодах первая колода это таро безумная луна если кому-то понадобится индивидуальная консультация по данном видео будет находиться номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап первое психоэмоциональное состояние владислава ширяева в предсмертный период второе причина смерти третье подробное рассмотрение смерти причина смерти несмотря на все Первый пункт. Его внутреннее состояние, какое у него было внутреннее состояние, что он показывал, внешнее его состояние, как его видели его окружающие люди, какие у него были стремления. Дальше. Третий пункт. Общая причина смерти, причина, которая призвала к смерти, обстоятельства смерти и фон. Так. Первое. Его психоэмоциональное состояние. Тройка жезлов. Вы знаете, с одной стороны, это и неплохая карта, но здесь идет некая такая погруженность в себя. Я не могу сказать, что он был вот прям, знаете, какая-то у него была уязленность. Да, было вынашивание планов, но одновременно есть беззащитность и здесь есть опасность. С одной стороны, вроде как и сила есть и опасная какая-то ситуация. Он был, вот какая-то вот чувствительность к критике. Человек может погибнуть в любой момент от неосторожности. Душевная ранимость. Старается на самом деле прятать свои вот эти чувства, эмоции, которые у него были. И защищать уязленные свои места. Постоянное рефлексирование на что-то. Так. Давайте посмотрим внутреннее состояние. А он, вы знаете, как будто в глухой какой-то обороне он находится. Все равно у него было уязленное состояние. Что-то его тяготило. И он был очень чувствителен к критике. Дальше. Что он внешне показывал? Он показывал стабильность. Кстати, здесь речь, может быть, идет о каких-то деньгах. Но деньги небольшие. Он как будто, знаете, с чем-то не хотел поделиться. Не хотел с чем-то делиться. Как его реально видели люди? Ну, с далеко идущими планами его реально видели. Что все-таки он был открыт. Но в то же время, знаете, вот здесь может быть нарушение личностных границ. А здесь отстаивание своих каких-то личностных границ. Ну, как-то вот так вот. Какие у него были стремления. Король кубков. Это творческий потенциал. У него было стремление творчески самореализоваться. Однако, по королю кубков идет злоупотребление. Может быть, злоупотребление алкоголем. Либо какими-то другими препаратами. Потому что это, как правило, да, он творческий. Он вынашивает постоянно какие-то планы. Знаете, это вот как у него процесс идет постоянного. Это и стихи, и песни, и какие-то мысли. И он хотел больше писать, больше творить, больше что-то делать. Ну, такой, знаете, погруженность в творческий эмоциональный процесс. Но, я уже сказала, по этой карте может быть злоупотребление алкоголем. Либо еще какими-то препаратами. Причина смерти. Королева Пентаклей. Так. По королеве Пентаклей это ишемическая болезнь сердца. Возможно, он, ну, не обращал внимания на свое именно сердце, на давление. У него были проблемы с сердцем. Однозначно. Подробное рассмотрение. Опять-таки, карта умеренности. О чем это говорит? О злоупотреблении. Человек что-то безмерно делал. Понимаете? Вот нету меры, нету в чем-то меры. И это опять-таки говорит о сердце. Злоупотребление может быть и едой, и питьем, и нарушение баланса, нарушение гармонии. Ну, давайте посмотрим. Общая причина смерти. Здесь идет семерка жезлов. Все равно он, вот, человек как будто находится в обороне. А, кстати, что-то было связано с нервной системой. В последнее время могли быть на него какие-то нападки. И он в глухой прямо обороне. Постоянно что-то он отстаивает. Понимаете? Причина, которая привела к смерти. Ресурсная карта. То есть Пентакли. Ну, в любом случае, это опять-таки все связано с сосудами, с давлением. То есть человек, который не смотрел за своим питанием, за своим телом. Но, могу так сказать, не поддерживал свою такую физическую форму. Вот не говорит о том, что он, допустим, не был в красивой физической форме. Но, как сказать, человек не следит за своим здоровьем. Кстати, 14-й старший аркан. Я посмотрела дату рождения Владислава. У него 14-е число. 14-е число – это люди, которые должны соблюдать баланс. И 0,8-го месяца. В любом случае, он должен был всегда следить за своим питанием, за своим телом. Это очень для него было важно. Также находиться чаще на природе, возле водоема. То есть природа его могла лечить. Ну, вот так вот. Обстоятельства. Посмотрите, карта Луна. Темная какая-то что-то, какое-то что-то непонятное. Что-то непонятное, что-то скрытое. Какие-то там… Ну, что-то скрыли на самом деле. Но я могу так сказать. Карта Луны, как правило, показывает алкоголизм, либо же наркотики, которые могли быть у человека в крови. Но это все тщательно скрыли. Ну, как бы для того, чтобы не распространяться, да. Все равно это злоупотребление было чем-то. Ребят, я не говорю, что он наркоман, да. Ну, я не знаю этого человека. Ну, я могу так сказать. Все равно идет у меня злоупотребление. Эта карта показывает злоупотребление. Эта карта показывает. Ну, все показывает на то, что человек, для того, чтобы ему писать, допустим, что-то новое творить, ему нужно было, ну, какое-то определенное состояние. Либо это алкоголь, либо это наркотики. Ну, скорее всего, наркотики. И фон, на котором происходила смерть. Карта восьмерка кубков. Это возвращение. Возможно, он был в этот момент с теми людьми, которых он уже давно знал. Также это могло быть... Это вообще карта возвращения блудного сына. Он мог быть и дома в этот момент. Либо со своими близкими друзьями, либо со своими родственниками. Ну, кто-то присутствовал, во всяком случае, из близких людей, которые его хорошо знали. Потому что это карта возвращения. Кстати, могла быть, знаете, какая-то поездка, которая у него должна была быть, но она сорвалась. Поэтому он находился... Вот это возвращение блудного сына. Он куда-то как вернулся. И общался с кем-то, кого он очень хорошо знал. Но, еще раз говорю, человек не следил за своим здоровьем. Несмотря на то, что он был молодой, 95-го года рождения. Ребят, ну и 27 лет. Это вообще молодой парень. Молодой мужчина. А у него уже было больное сердце. Ему нужно было смотреть за собой. Именно за своим внутренним состоянием. За своим здоровьем. Ну, как правило, в таком возрасте люди ничего не боятся. И думают, что если он молод, то он и здоров. Нет, у него было больное сердце. И причем, возможно, у него было с детства больное сердце. Но он на это не обращал внимания. А здесь пошла перегрузка. Во-первых, давление было, на которое он не обращал внимания. Сосуды. В общем-то, вот так. И все это нарушение баланса. Привело к тому, что человек рано умер. Если у вас есть какая-то информация, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей. Берегите себя. Всего вам доброго.